Российские учёные утверждают, что они наконец разгадали тайну египетских пирамид. По их мнению, это не столько усыпальницы фараонов, сколько высокотехнологичные сооружения, которые работают как космические преобразователи энергии. Что правда, а что невероятная гипотеза, которая заставляет пересматривать учёных каноны мировой истории, об этом в нашем научном, но довольно фантастическом расследовании. Орбитальные аппараты Американского аэрокосмического агентства провели инфракрасную съёмку в долине Нила. Установленные на них камеры позволяют рассмотреть объекты размером менее метра. Учёные были потрясены. Им удалось обнаружить 17 неизвестных пирамид, занесённых песками. Более тысячи гробниц и затерянные древние города. Археологи уже начали раскопки. Ошибки нет. Пирамиды оказались под землёй именно там, где их увидели. Это бесценная находка для всего человечества. Наследие народа, который знал о мире, возможно, больше, чем мы. Три огромных пирамиды в Гизе под Каиром – одно из чудес света и величайший памятник древней архитектуры. До сих пор наука не может сказать ничего определенного ни об их возрасте, ни об архитектуре, ни о назначении. Официально считается, что пирамиды были гробницами трёх фараонов 4-й династии – Хеопса, Хефрена и Микерина. Эта версия основана на том, что внутри сооружений есть каменные саркофаги. Известны иероглифические тексты, где написано, что фараоны 4-й династии строили пирамиды. Однако ни мумий, ни похоронных принадлежностей, ни в одной пирамиде не было. Великая пирамида настолько сложна и построена с учётом столь многих знаний, что я скорее поверю, что они были высокотехнологичными сооружениями, чем могилами для упокоения царей. Египетские пирамиды рождают столько вопросов, что даже ответ на самый простой из них – когда их возвели – приводит нас к удивительным открытиям. Известно, когда правили фараоны Хеопс, Хуфу и Микерин. Получается гигантским сооружением 4,5 тысячи лет. Как вы знаете, есть текст, который однозначно датирует пирамиды временем 45 веков тому назад. Но есть доводы в пользу того, что это было намного раньше. Ряд исследователей соотнесли направленность пирамид на звёзды и просчитали, что это могло быть 10-12 тысяч лет тому назад. Древнеегипетский жрец Манифон составил единую летопись истории страны. Изучив её, учёные пришли к выводу, что древние люди не отличали правду от вымысла. Египтяне были убеждены – изначально ими правили боги, жившие на земле. Это благословенное время называлось Зептепи. Гранитный храм на плато Гиза и Великую пирамиду Хеопса связывают с богами – Осирисом и его супругой Изидой. Время правления Осириса приходится на середину 10-го тысячелетия до нашей эры, если ориентироваться на Манифон. Вот таким образом мы получаем возраст пирамид, соответственно. Где-то ориентировочно середина 10-го тысячелетия до нашей эры они были возведены, может быть, чуть несколько позже. Неожиданный факт в пользу этой версии нашли геологи. Они исследовали следы эрозии на теле сфинкса. Известняк имеет повреждения, которые может нанести только вода. Откуда она в жаркой и сухой пустыне Египта? Наводнения, вызванные разливом Нила, непродолжительны и не способны вызвать таких разрушений. Но более 10 тысяч лет назад климат в данном регионе мог быть другим. Эти исследования указывают на то, что сфинкс строился во времена, когда в Египте лили сильные дожди. То есть там дождевая эрозия явно и отчетливо выраженная, причем резко отличающаяся от той эрозии, которую можно проследить на масштабах сановников, то есть на местах погребения сановников, действительно 4-й, 5-й династии, которые хорошо датируются. Сфинкс и пирамида на плато Гиза, скорее всего, возведены одновременно. Статуя льва с головой человека выточена прямо из скалы и составляет с ней одно целое. А песчаник из траншеи вокруг сфинкса пошел на строительство храмов возле пирамид. Оказывается, сфинкс может точно указать нам дату возведения всего комплекса. Сфинкс смотрит в небо строго на восток. Солнце восходит точно на востоке только в день весеннего равноденствия. Таким образом, фигура сфинкса как бы следит за этой точкой на небе. Но она постоянно смещается относительно звезд. Наша Земля крутится как волчок и таким образом совершает медленный-медленный цикл в 25 920 лет. Если вы захотите вернуться в прошлое, как это сделали мы с помощью современных компьютерных программ, вы сможете увидеть, как выглядело небо и звезды на нем в любую эпоху. Наша планета вращается не просто вокруг себя и Солнца. Ее движение сложнее. Ось Земли описывает конус, и это смещает систему астрономических координат. Благодаря такому движению каждый год весеннее равноденствие наступает немного раньше. Этот процесс очень медленный. Полный цикл занимает 25 920 лет. Точка, на которую смотрит Сфинкс, в течение веков движется вдоль горизонта на карте звездного неба. Точно по 12 созвездиям Зодиака вспять. Сейчас планета покинула эпоху рыб и перешла в эру водолея. Если предположить, что египетский Сфинкс, то есть лев, воплощает фигуру Зодиака на горизонте, остается высчитать, когда Земля находилась в созвездии Льва. По странному совпадению, 12 500 лет назад. Снова тот же период. И в то же самое время взгляд Сфинкса был направлен прямо в точку весеннего равноденствия 10 500 лет до нашей эры. И Сфинкс, потому не случайно воплощает в себе Льва, ибо на горизонте было созвездие Льва. Планета была в эпохе этого знака Зодиака. Когда исследователи продолжили сравнивать, как ориентированы сооружения на плато Гиза относительно звезд, их ждало еще одно открытие. Сверху три знаменитые пирамиды и лента реки Нил в точности копируют положение трех главных звезд созвездия Орион и Млечный Путь. То есть, если мы возьмем три пирамиды Гиза, то они не выстроены по одной линии. Третья пирамида как будто смещена чуть-чуть в сторону. И все это вместе напоминает положение трех звезд пояса Ориона. Но и это положение звезд не сегодняшнее. Если снова отмотать назад путь вращения земной оси, то схема комплекса точно показывает дату 4500 лет назад. То время, когда он и был построен, по мнению официальной египтологии. Что же означает звездная дата, на которую указывает комплекс пирамид? Исследователи обратили внимание на то, что действительно между ориентацией комплекса на дату, отступающую от нас на сегодня, более чем на 10 тысяч лет, то есть на дату начала времени, и на то, как расположен комплекс относительно звезд пояса Ориона и Млечного пути, есть некое расхождение, то есть есть некая корреляция. Так вот эта корреляция, которая с одной стороны заводила исследователей в тупик, на самом деле показывает точно первую дату, когда это было построено. Какая же из двух дат обозначает время возведения пирамид? 4 500 лет назад или 12 500? Подсказку могут дать священные тексты в древнеегипетских храмах. Жители этой земли знали, что символизируют три большие пирамиды и десятки маленьких. А комплекс так и называется в древних текстах. Великое место начала времени или времен, или нового времени. Предположим, 12 500 лет назад на Земле наступило новое время. И это было настолько важно, что строители пирамид навечно записали эту дату в камни для потомков. Видимо, это было событие, коренным образом изменившее жизнь планеты. Скорее всего, глобальная катастрофа. Во всех древних мифах говорится о Великом потопе. Но могла ли 12 500 лет назад на Земле существовать цивилизация, сумевшая пережить подобный катаклизм? Египтяне вполне могли прийти и поселиться вокруг этих пирамид. Если отвлечься от иероглифов, ничто больше не доказывает, что именно египтяне их и построили. Все древние пирамиды на планете можно разделить по одному признаку. Первые, в том числе три главные египетские, соориентированы точно на современный Северный полюс. Другие, например, пирамиды Теотиоакана в Мексике, на точку в 15 градусов восточнее. А согласно древним текстам, все пирамиды должны смотреть строго на север. Эксперты считают, что географический полюс планеты однажды сместился после ужасного катаклизма. Значит, мексиканские пирамиды возвели раньше? По мнению геологов, планетарная катастрофа, наступление ледникового периода и дальнейшее резкое таяние льдов, что и могло быть библейским великим потопом, произошла около 13 тысяч лет назад. Возраст пирамид Теотиоакана значит 12,5 тысяч лет минимум. Это если говорить о возрасте. Этот возраст подтверждается местными преданиями, связь их именно с потопом подтверждается как местными преданиями, где говорится о том, что на пирамидах Теотиоакана боги собирались после потопа для возрождения мира. То есть эти пирамиды были созданы до, а потом после потопа они там собрались и возрождали мир, там поднимали солнце, как то и стоит легенда. Египетские пирамиды тоже могли быть построены до Великой катастрофы. 12 тысяч 500 лет назад. Ведь сфинкс указывает именно эту дату. Но неужели древние зодчие зашифровали еще и будущую дату правления фараона Хеопса, которого не было еще и в помине? Или же наоборот? Люди Хеопса увековечили дату произошедшей катастрофы для потомков. Вообще в строительстве пирамид на Земле было как минимум два периода. Их можно назвать так, допотопный период и послепотопный период. В допотопный, далекий период, это больше, я думаю, больше 14 тысяч лет назад на Земле был возведен некий комплекс пирамид с ориентацией на древний северный полюс до того, как он изменил свое положение вследствие падения астероида, крупного астероида. Вот что говорит о пирамиде Хеопса уникальный документ – Весткарский папирус. 2560 год до нашей эры. Фараон Хеопс собирается построить Великую пирамиду, но для ее возведения нужно знать секрет. После долгих поисков фараон находит человека, владеющего тайными знаниями. Это жрец и великий маг по имени Джедай. Он живет уже 110 лет. Умеет воскрешать мертвых и подчинять живых своей воле. Владыка Египта осыпает мага почестями, и тот соглашается открыть ему секрет пирамиды. Так кто же построил пирамиды? Я верю, катаклизм был столь внезапным, что уничтожил в одночасье какую-то высокоразвитую древнюю цивилизацию. Но кое-кто из них выжил и расселился по миру. Одним из очагов новых цивилизаций был Египет, Гиза. Вторым – пирамиды Майя в Мексике. Они увековечили конец своей цивилизации, чтобы показать нам дату, день, когда Земля остановилась, а заодно донести до нас, какими знаниями они владели. Но для каких-то целей комплекс Гиза имеет точнейшую ориентацию по сторонам света. А выходы шахт пирамиды Хеопса направлены на созвездия Орион, Сириус, Большая и Малая Медведицы. Одна из загадок, которая сопровождала меня с первых дней моих изысканий, была схожесть тем и сюжетов в мифах совершенно разных народов. Основная идея была такая, что боги спустились с небес или со звезд, иногда с совершенно конкретной звездной системой, Ориона или Плеяд. Пропорции отдельных элементов этих 100-метровых сооружений демонстрируют все универсальные математические законы, известные человечеству. Золотое сечение, число Пи, число Фи. Это те самые сакральные числа, которые задействованы во всех древних культурах. Это будь то культуры культура египетская, шумерская, индийская, майя, инки. В общем, у всех, у них есть набор сакральных цифр, которые вписываются в золотое сечение. Это 18, 36, 54, 72, 108 и так далее. И вот эти великие цифры, они все фигурируют не просто так. И заложили культуры. И культуры те, которые знали, почему они это делают, что это главный космический принцип. Инженеры ломают голову, каким образом были изготовлены и доставлены на место строительства огромные многотонные блоки пирамид. Официальная версия, согласно которой это делалось с помощью медного зубила и перетаскивалось на пандусе, не выдерживает никакой критики. Гранитные блоки добывали в каменоломнях в Исуане. Вы видите странные борозды от вынутой породы. Ни одна существующая сегодня технология не позволяет работать с гранитом, будто вычерпывая его из скалы ложкой. Это неизвестное воздействие на структуру вещества. Я пришел к выводу, что великие пирамиды были возведены с применением электромагнитной энергии, возможно, неизвестного нам вида. Часть элементов в пирамидах или храмах наводит на мысли об использовании циркулярной пилы или лазера. Исследователи проводили эксперименты на заводах и в мастерских. Современные инструменты оставляют на этой породе точно такие же следы. Более того, для изготовления, например, саркофагов, самый прочный на планете камень, сверлили с применением ультразвука. Но богатейшее археологическое наследие древнего Египта не подарило ученым ничего похожего на такой инвентарь. С точки зрения инженера, пирамиды являются высокотехнологичными сооружениями. Большинство артефактов, которые были найдены в Египте, включая строительные блоки на плато Гиза, сделаны с применением технологий, которыми даже мы не обладаем. Изучая эти археологические находки, я пришел к выводу, что должен был быть какой-то завод, целое производство для их изготовления. Но где же он был? До сих пор не найдено ничего подобного. В древности пирамиды Гизы были облицованы гладкими блестящими белыми плитами. И здесь тоже кроется сенсация. С помощью спутниковых снимков стало понятно, что грани некоторых пирамид имели едва заметную выпуклость или вогнутость, подобно огромной параболической антенне. Остатки этих плит сохранились. Их было 115 тысяч. Так вот, поверхность одной стороны пирамиды составляла 2,2 гектара. И вот на такой огромной поверхности нужно было сделать облицовку таким образом, чтобы радиус кривизны был в самой максимальной точке, в самой глубокой – 1 метр. Так вот, хоть кому-нибудь из них вопрос такой в голову пришел, как они это сделали? Атасуанской каменоломни до Каира, где находятся пирамиды, тысяча километров вверх по реке. Официальные египтологи пытаются заверить весь мир, что многотонные каменные блоки перевозились на тростниковых лодках, затем затаскивались вверх на 100-метровую высоту с помощью веревок и ручного труда. А вот что написано на стенах древних храмов. Иероглифы рассказывают, в создании пирамид участвовали только священники. Технологии укладки многотонных каменных блоков не доверяли посторонним. Жрецы произносили заклинания на определенной ноте. Камни теряли вес и поднимались в воздух, а затем их бесконтактно укладывали с высочайшей точностью. Самые главные, самые важные пирамиды строили некие боги. Следы реального присутствия этой цивилизации в древности мы находим в виде следов инструментов на камнях, на тех же самых пирамидах, и особенно на сооружениях рядом с пирамидами. Мы нашли уже тысячи таких свидетельств. Поэтому у нас сомнений в том, что действительно некая высокоразвитая цивилизация в древности на нашей планете присутствовала. Какая она земного происхождения, инопланетного? Ну, мнения у нас разные. В начале 20 века в США жил человек, возможно, разгадавший секрет строительства пирамид. Его звали Эдвард Лицколнин. С помощью древней технологии он возвел в штате Флорида удивительное сооружение – Коралловый замок. Этот каменный город является инженерной загадкой. У него был особый дар. Он говорил, что знает секрет веса и рычага, и знает, как были построены пирамиды. На строительство Кораллового замка ушло 100 тысяч тонн кораллов. Огромные многотонные блоки идеально подогнаны друг к другу и уложены в башни, ворота и предметы интерьера. Уверяют, что автор проделал это в одиночку, используя простую систему противовесов. Но эксперты признают – это невозможно. Соседи были поражены, когда увидели, что он двигает такие глыбы, делает из них мебель и так далее. Они спрашивали у него, как он это делает, но он просто отвечал, что знает секрет противовеса и рычага и знает, как подстроили пирамиды. Он никому не разрешал смотреть, как он трудится. Часто работал по ночам, присветив фонаря. Но система противовесов Эдварда могла поднять только 10 тонн. А некоторые камни весят по 30. Лид Скалнин 20 лет возводил каменный замок со всей утварью. Завершив Коралловый замок, мастер сам поехал в больницу и там умер. Эдвард Лид Скалнин что-то знал про гравитацию и магнетизм, чего мы до сих пор не знаем. К сожалению, он унес свой секрет в могилу. Кристофер Данн считает, что подобрался к разгадке строительства пирамид и Кораллового замка. В музее Кораллового замка эксперт нашел доказательства своей теории. Например, вот на этом редком фото, где Эдвард за работой. На неких треногах стоят ящики, а от них глыбом тянутся провода. Возможно, в ящиках были установлены ретрансляторы некоего сигнала из мастерской. Единственный человек знал, как были построены пирамиды. Эдвард Лид Скалнин сам едва весил 50 килограммов, а передвигал 30-тонные блоки единолично. Дело в том, что он верил, гравитация — это одно из проявлений магнетизма. И он мог воздействовать на камни волной, атомным резонансом. И они теряли вес. Расчеты современных инженеров показывают, чтобы построить пирамиду Хеопса с помощью ручного труда, потребовалось бы 100 тысяч человек и не менее века. Ни о какой точности тогда речь не идет. Но, согласно документам, Великую пирамиду возвели в течение 20 лет. Это возможно только если над ней работали такие же мастера, как Эдвард, знающие тайну летающих камней. 17 сентября 2002 года внимание всех мировых СМИ приковано к Каиру. Ученые собираются проникнуть в тайник, обнаруженный в пирамиде Хеопса. Секретные помещения обнаружил немецкий исследователь Рудольф Гантербринг еще за 9 лет до этого. Этот наклонный проход слишком узок для человека. Гантербринг собрался отправить туда робота Упуату. Но в первый раз возможности техники не позволили этого сделать. Вооруженный новым совершенным оборудованием, ученый вновь запускает робота внутрь длинного туннеля. Весь мир, затаив дыхание, следит за происходящим в прямом эфире и готовится воочию увидеть, что еще скрывают от нас великие пирамиды. Профессор Роберт Шок и Джон Энтони Уэст с помощью инфракрасной аппаратуры совершенно отчетливо увидели под правой лапой сфинкса камеру площадью примерно 9 метров. Но власти Египта так и не дали им ее раскопать. Знаменитый американский ясновидец 20 века Эдгар Кейси говорил, что открытие тайников в Египте станет величайшим событием для исторической науки и для всего человечества. Еще при жизни Эдгара Кейси считали самым известным предсказателем не только в Америке, но и в мире. Часть его пророчеств была посвящена наследию Атлантиды и Древнего Египта. Например, он говорил о подводных сооружениях погибшей цивилизации на дне Атлантики. Он рассказывал об обширном государстве Атлантиды, которая находилась в Атлантическом океане, которая была преемственницей еще более древней цивилизации Лемурии. О загадочной древней цивилизации Атлантиде известно немного. Она располагалась на огромном острове в Атлантическом океане и была затоплена в результате глобальной катастрофы. Исследователи считают, что жрецы и правители этой могущественной страны предвидели беду и спаслись, а позднее основали египетскую цивилизацию. Именно они были строителями пирамид. Они же и спрятали священные предметы на территории Египта, как говорил Эдгар Кейси. Это одно из мест, где якобы находилась библиотека Атлантиды. Он говорил это про Египет. То есть якобы под правой лапой сфинкса люди найдут помещение, где будут спрятаны манускрипты времен Атлантиды. И первые годы 2000-х годов например, японские ученые обнаружили георадаром некое такое пространство или камеру, которая находится на глубине 9 метров под правой лапой сфинкса. Немецкий ученый Рудольф Гантербринг отправил робота исследовать узкую длинную шахту в глубинах Великой Пирамиды. В итоге Упуату, остроумно названный в честь египетского открывателя врат между мирами, уперся в тупик. Проход был заперт дверцей. Команда исследователей с помощью робота просверлила в ней отверстие и камера вновь осветила препятствие. Об окончательных итогах экспедиции миру не сообщили. Так же, как японским специалистам не позволили исследовать тайные комнаты под сфинксом. Есть мнение, что все ценности давно уже найдены, но по какой-то причине египетские власти держат эту информацию в строжайшем секрете. Это знание, оно абсолютно однозначно внеземного происхождения, потому что те концепции, которые были заложены в структуру храмовых комплексов, в пирамиду, и которые сохранились на сегодня в древних текстах, говорят однозначно, что уровень этого знания, то, насколько глобальные процессы оно охватывает, говорит о его, с одной стороны, внеземном происхождении. Расположение пирамид на планете не случайно. Все древние сооружения сориентированы друг на друга и на север. Часть пирамид смотрит на точку в 15 градусах юго-восточнее современного северного полюса. Остальные строго на него. Все эти комплексы, которые строились по новому канону, они ориентированы на современный северный полюс. Именно поэтому и комплекс Гизы ориентирован на современный северный полюс, потому что он был спланирован, задуман и реализован уже после падения крупного астероида и изменения местонахождения оси вращения северного полюса. Согласно древним текстам, ровно на северном полюсе в центре легендарного материка Гипербореи находилась ось мира и священный центр Земли. Это была гора Меру, главная пирамида на планете. В каждом буддийском или индуистском монастыре есть ее модель. Круглая ступенчатая пирамида со странным аппаратом на вершине. Индийские предания повествуют, на вершине боги готовили напиток бессмертия, взбивая волны океана энергии. Пирамида Меру была построена путем отесывания граней горы. Вершину горы отесали, обложили плитами и к этой пирамиде вел путь. Этот путь был проложен в виде спирали по часовой стрелке. было семь витков. Проходя семь витков по склонам горы, жильцы поднимались к этой пирамиде и имели возможность затем с этой пирамидой работать. Отсюда и концентрические круги. Сегодня можно вычислить местонахождение горы Меру и всей гипербореи. Вот она, незатонувшая часть гипербореи. Это подтверждает карта 1595 года, скопированная Герхардом Меркатором с древних источников. Можно видеть, как хорошо очертания нынешней Гренландии вписываются в древнюю карту. Пирамида Меру должна была быть на Северном полюсе, а там полгода ночь, полгода день. Так что она работала в другом режиме совершенно. С технической точки зрения ориентировать объекты друг на друга нужно только для одной цели передачи сигнала. И это знание приближает нас к разгадке назначения пирамид. Когда физики увидели детальную схему пирамиды Хеопса, они не поверили своим глазам. Почти так же выглядит чертеж современной спутниковой антенны. Древние пирамиды это комплекс межпланетной системы связи. Пирамиды это специальные установки, которые позволяют осуществлять обратную связь с космосом. это и прямая прием, это и передача. Пирамида антенна устроена более грамотно, чем спутниковые тарелки. Она работает с учетом магнитного поля Земли. Это особенно важно для дальней космической связи. Фокус находится внутри и совпадает с местом в погребальной камере, где стоит гранитный саркофаг. В пирамиде Хеопса три камеры. Верхняя работает на небольшие расстояния, средняя на более удаленные, нижняя на межгалактические дистанции. Кто-то возвел на планете единый комплекс связи. В основном пирамиды расположены вдоль северного тропика или 30-го градуса северной широты и ровно с шагом в 18 градусов. При вращении планеты они вручают друг другу эстафету непрерывного приема сигнала из космоса. Скорее всего, пирамида эффективнее ночью, когда солнечная радиация не мешает потоку идти вверх. И именно поэтому пирамиды и строили по 30-й параллели, не как эстафета передавали функцию. Одна отработала, ушла в свет, вторая в темноту вступила, третья в темноту вступила и так далее. Исследователи предполагают, в древности над пирамидой Меру висело ретрансляционное устройство, которое принимало и отправляло сигналы в космос. Усилительная станция позволяла общаться с богами, как гласят древние тексты. пирамиды пирамиды это приемы передающие устройства, высокотехнологичная станция, которая могла посылать сигналы в космос. А на орбите мог быть спутник, который модулировал эти сигналы. Да, такая теория есть. Возможно, ретранслятор до сих пор висит над планетой. Устройство невозможно зафиксировать, поскольку оно, скорее всего, находится в параллельном измерении. Так вот, этот объект, он висит вот в неком подпространстве, иначе и быть не может. Мы же должны понимать, что если это устройство будет висеть в нашем материальном мире в течение этих вот тысячелетий, мы бы давно его заметили, и что бы мы сделали, мы бы его сняли. Или сбили. С кем же общались древние? Логично предположить, что на обратном конце связи также должны быть пирамидальные антенны. Астрономам известно, пирамиды есть на Луне. Фотоснимки показывают, пирамиды есть и на Марсе. Пирамида строго вертикально по своей вертикали излучает электромагнитные волны, причем высокочастотные, и которые модулируются собственными колебаниями пирамиды. И все это излучается строго вверх в космос, скажем так. Орбитальные аппараты подарили науке еще одну загадку, которую никто не знает, как объяснить. Это марсианские пирамиды. Космологи даже обозначили их возраст от 9 тысяч до 500 миллионов лет. Сооружения находятся в районе Седония и образуют сложную систему. Их рисунок точно отражает контуры созвездий дракона и большой медведицы. В другом районе три огромнейших пирамиды повторяют рисунок пояса Ориона, так же, как на Земле это делают три главных пирамиды Египта. Особое внимание ученых привлекает пятигранное сооружение, расположенное вблизи знаменитого Сфинкса или лица на Марс. В этой пирамиде фантастически сочетаются пяти- и шестикратная симметрия и невероятное количество математических пропорций. Вообще этот факт можно считать доказательством, что изначально строители пирамид были родом с планеты Марс. Тогда при условии ориентации всех элементов комплекса пирамид друг на друга и на Северный полюс открывалась возможность общения с внешним космическим пространством, с другими цивилизациями. Цивилизациями, в частности, я могу абсолютно уверенно говорить, цивилизациями Марса, тогда еще вполне здравившего и оказывавшего влияние на развитие Земли, в первую очередь, цивилизациями Фаэтона, от которого остался пояс астероидов. И не только. На планету Марс также указывает архитектурный комплекс Теотиоакан в Мексике. На карту расположения пирамид наложим карту орбит Солнечной системы. Планета Земля на месте пирамиды Земли. Она же еще называется пирамидой Луны. Ровно на месте Марса пирамида бога Кецулькаатля, чье имя означает и пернатый змей, и небесный мудрец. Кроме того, соотношение диаметра Марса к диаметру нашей планеты 0,532 тысячные. Точно такова же пропорция между высотой пирамид Кецулькаатля и Земли. Это слишком явное совпадение. До сих пор не совсем ясно, как они могли добиться например такой ориентации, которая соответствует только лишь возможностям современных строительных организаций. Американский исследователь Патрик Фланаган со своей невестой Евой Брюс однажды отправился в Каир, чтобы испытать мощь Великой пирамиды. Молодые люди забрались в сердце сооружения, камеру царя, закрыли глаза и начали петь. Все вокруг стало вибрировать. Особенная волна энергии пульсировала по позвоночнику. Потом Патрик ощутил, что покидает свое тело. Его душа оказалась в помещении, скрытом в толще пирамиды. Комната имела сводчатый потолок и в ней находился пьедестал. На нем покоилась тяжелая книга с твердыми золотыми страницами, на которых были выгравированы необычные иероглифы. Патрик явственно почувствовал, если положить руки на листы этой золотой книги, ему будет доступна информация из прошлого. Когда он это сделал, то ощутил необычайную волну энергии. Фланаган пришел в себя от оглушительного шума. Затем Ева и Патрик услышали неясный хор мужских и женских голосов. Это было какое-то древнее песнопение на странном незнакомом языке. Там столько всего звучит, и каждое внутреннее помещение имеет свою геометрию. Возьмите камеру царя, одна геометрия, камера царица другая, подземную камеру третья, потому что акустический резонанс зависит прежде всего от геометрии и материала того помещения, в котором цифра получена. Верховные боги Египта, они же первые фараоны, часто изображались в странных головных уборах, например, короне Атеф. Физики считают, это антенные устройства различных модификаций. Пирамида работает как акустический резонатор, а короны как усилители или шлемофоны. И в древних текстах можно найти описание, как работала эта аппаратура. Камера царицы, шахты, которые туда опускаются и ряд элементов, которые на сегодня сохранились, позволяют сделать однозначный вывод. Камера использовалась как место для прослушивания Вселенной. То есть туда входил жрец, на голове у него была диадема, на столе некие экраны кварцевые, и этот человек начинал видеть между этими экранами что-то вроде голограмм. И не просто видеть, а слышать. И он мог общаться. Об этом упоминание тоже в текстах сохранилось, любопытное, о том, как они слушали Вселенную. И таким образом получали информацию о прошлом, о будущем. Экспедиция российских геофизиков проводила опыты в египетских пирамидах. Ученые исследовали, как древние строения связаны с сейсмической активностью и ритмами планеты. И получили поразительные результаты. И там оказалось интересный такой, кстати, парадокс. Вот положим и меряем шум пирамиды сверху на дневной поверхности, на гранях пирамиды. И внутри, когда в камере находимся. И вот шум внутри пирамиды он в несколько раз выше, чем наружи. Эксперты записывали пики электромагнитной активности пирамид и сейсмической деятельности планеты. Удивительно, они совпали. Значит, пирамида работает как геофизический прибор для предупреждения или предотвращения землетрясений. Если поставить на вершину великой пирамиды самый большой какой-то датчик, который будет регистрировать вот эти малейшие фактические колебания с таким умножением многократным, то это великолепный на самом деле способ определения землетрясений раннего оповещения. Пирамиды на планете расположены в сейсмоопасных зонах и на георазломах. Есть версия, что пирамида собирает энергию Земли и отправляет ее поток в космос. Возможно также, что геомагнитная энергия используется для обеспечения передачи сигналов. Сказать, что пирамида на 100% снимает возможность землетрясения, нет, нельзя. пирамиды не снимает. Но мощь разрушительную безусловно ослабляет. И мы, еще раз возвращаясь к этой мысли, именно поэтому видим, что в этой зоне построены все пирамиды, и эти пирамиды на сегодня не разрушены. И что очень важно, конструктивно пирамиды собраны так, что любое землетрясение будет усиливать тело пирамиды, она будет становиться крепче. Но еще более фантастическая версия возникла, когда исследователи Земли обратились к астрономам. Оказалось, что пики активности пирамид совпадают с вращением далеких звездных объектов, пульсаров. Однако пока ученые не знают, что это означает. Либо пирамида улавливает ритмы космоса, либо зачем-то передает звездам дыхание Земли. Все, что мы сейчас увидели, конечно, здорово попахивает фантастикой. Но не торопитесь с выводами. Вот вам простой пример. Принято считать, что пирамидам несколько тысяч лет. Но кто сказал, что именно тем пирамидам, на фоне которых сегодня фотографируются туристы? Ведь это только возраст камней, из которых они сложены, а никак не самих пирамид. Есть версия, что в их современном виде они вообще возникли незадолго до египетского похода Наполеона. Версия, конечно, обидная для туристов, но ведь и не поспоришь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова